Привет, студент! Ты смотришь Универа Ньюс. Специально для тебя самые свежие новости студенчества. О ценностях душевной жизни человека рассказал студент МКФО митрополит Феофан. Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФО посетил первый вице-президент РФО и профессор МГУ Александр Чумаков. 12-е судебные дебаты стартовали в Казанском федеральном университете. Казанский федеральный университет посетил чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй. В Институте международных отношений и истории востоковедения КФУ прошло открытие научно-исследовательского центра «Синология», а также презентация книг. Итогом встречи стало торжественное заседание, посвященное празднованию десятилетий Института Конфуции. А мы продолжаем. Митрополит казанский и татарстанский владыка Феофан посетил с лекцией Казанский федеральный университет. Подробности смотри в сюжете. Это уже не первый визит владыки Феофана в КФУ. В тот день встреча с митрополитом прошла на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в декабре 2015 года. На этот раз, 20 апреля, Императорский зал собрал представителей сразу шести институтов социогуманитарного блока. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Развитие наших контактов это с вами целый комплекс мер по восстановлению классической университетской традиции, взаимодействии светской и духовного образования. И я думаю, сегодняшние ваши выступления и вопросы будут способствовать укреплению наших контактов и в дальнейшем. Митрополит Казанский и татарстанский владыка Феофан обратился к студентам и преподавателям, отметив основную мысль предстоящего диалога. Без сохранения преемственности и традиций любое дело не может быть успешным. В целом лекция была посвящена понятию ценности духовности в жизни человека. Темы, которые поднял митрополит, затрагивали не столько вопросы веры, сколько размышления о цели жизни человека. В диалог живо включились студенты университета, ведь встреча изначально не имела формат проповеди и носила общекультурный просветительский характер. И на сегодняшний день, вот молодому поколению, мне не очень бы хотелось читать вам никакую мораль. Это не в моем стиле. А мне хотелось бы порассуждать о смысле современной жизни. Продолжал искать ключ к молодому сердцу представитель православной церкви. В этой связи он вспомнил 90-е, когда много говорилось про никчемность традиций, а в обществе ходило поверие, предписывающее полное раскрепощение и свободу самовыражения. Тогда, как подчеркнул владыка, делалось все, чтобы разрушить традиции семьи. В первую очередь, новой формой брачных союзов. Была традиция, это семья. Брачище это считалось на всю жизнь. А сейчас ввели понятие гражданского брака, но понятие такое вот, оно как-то из-под тишка все. По мнению докладчика, на свете выживают лишь все народы, кто четко хранит свои традиции. В этом месте митрополит привел в пример евреев. Подытоживая встречу, владыка Феофан признался аудитории, что молодежь у нас лучше, чем многие думают. Наша молодежь, это по-настоящему сейчас молодежь нашей надежды. А если что-то где-то не так, то виноваты мы старшее поколение. Мы натворили, а им еще и расхлебываться за нас. Елизавета Евтифеева, Универньюс. Двери Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ вновь открылись для очередного именитого гостя. На этот раз выступить в стенах шоуруму удалось Александру Чумакову. О чем пошел разговор известного специалиста в области философии со студентами и преподавателями КФУ, смотри в сюжете Адели Шемеловой. По приглашению ректора КФУ в Казанский федеральный университет прибыл известнейший российский специалист в области проблем глобализации Александр Чумаков. Также приглашенный гость является первым вице-президентом российского философского общества и профессором Московского государственного университета имени Ломоносова. В программу его пребывания включено проведение встречи с преподавателями и студентами гуманитарных институтов на тему «Глобальный мир. Столкновение интересов», которая состоялась в стенах шоурума Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации КФУ. В мире глобальном современном очень много противоречий, которые требуют аналитического осмысления. И прежде всего исходя из того, что сегодня представляет именно глобальный мир. С 21 по 22 апреля в КФУ проходят всероссийские судебные дебаты. Студенты более чем из 60 вузов России приехали в КФУ, чтобы показать то, насколько они хорошо разбираются в тонкостях судебного процесса. 21 апреля в стенах юридического факультета КФУ состоялся ежегодный модельный процесс «Всероссийские студенческие дебаты-2017». Успешно проводимые вот уже более 10 лет на базе юридического факультета КФУ. Более 10 лет, в 12-й год мы проводим это мероприятие. И проводит его студенческое научное общество юридического факультета КФУ. Инициатива была именно от студентов провести вот такие дебаты, то есть модельный судебный процесс, который бы приблизил их к реальной живой обстановке, то есть то, что в принципе предполагает их профессия. В этот день в Казань съехали студенты лучших университетов, академий и институтов России, чтобы попробовать свои силы в четырех направлениях. Я узнал из социальных сетей об этом мероприятии, мы прочитали фабулы и готовились активно изучая законодательство. Я участвую в уголовном праве, поскольку эта отрасль мне близка по моей профессиональной деятельности. В мероприятии я участвую первый раз и от многих друзей с разных университетов я уже слышала об этом мероприятии. И отзывы у всех очень такие яркие, всем очень понравилось, поэтому я зажглась, мне стало тоже интересно. Командам предстоит соревноваться между собой в двух раундах, отстаивая собственную точку зрения по судебным делам, аргументируя и доказывая законность и обоснованность своей позиции. Убдительно выступая перед судом, студенты представят интересы сторон. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Китайский уже давно стал международным языком. Его начинают изучать уже в школе, и в 2017 году он войдет в систему ЕГЭ. Какие есть особенности преподавания и чем школьное образование отличается от высшего – далее в нашем сюжете. 20 апреля в КФУ стартовала серия мероприятий, посвященных юбилею кафедры китайской словесности Казанского университета. Главным событием в цикле стала первая международная конференция по актуальным вопросам преподавания китайского и других восточных языков в 21 веке. Основные темы конференции – дебаты и игры на уроках китайского языка, метод проектов и средства расширения лингвистических знаний школьников. Преподавание китайского языка в школах имеет свои особенности. Об этом рассказал преподаватель кафедры китайского языка Владислав Круглов. Мы за аспектное деление дисциплины. У нас есть, соответственно, чтение, аудирование, лексико-грамматический аспект, навыки письменной речи, навыки устной речи и лингвострановедение. Как раз я иду лингвострановедение среди школьников. То есть это должен создаваться культурный базис для использования потом в межкультурном общении. Среди участников – преподаватели-востоковеды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Улан-Удэ. Конференция будет проходить ежегодно и поднимется на более высокий уровень. Ильвина Хадимулина, Ленардо Валитьяров, Универньюс. Сейчас сделать фотографию в течение нескольких секунд не составляет проблемы. А во второй половине 19-го – начала 20-х веков процесс фотографирования был очень долгим. Порой сидеть в неподвижном состоянии приходилось до 25 минут. Выставка «Этнокультурная мозаика Татарстана», которая открылась в этнографическом музее, приурочена к Третьему съезду народов Татарстана. На выставке представлены большая часть экспедиционных фотографий, которые снимались этнографами университета в своих научных экспедициях или профессиональными фотографами, которые тоже были в составе этих экспедиций. Здесь представлены фотографии второй половины 19-го – начала 20-х веков, которые рассказывают о жизни коренных народов по Волжье, а также о тех, кто проживал на этих территориях. Здесь представлены не только экспедиционные фотографии, но и те, которые снимались в студиях. Делалось это для того, чтобы показать особенности народов, которые населяют многонациональную Россию. На фотографиях в основном в статичных позах изображены люди. Если мы посмотрим, почему-то у них не улыбчивые, не радостные, не веселые лица. Процесс фотографирования был долгим. Выдержка доходила до 25 минут. Сделать фотографию самим они в студии имели право только богатые семьи, обладающие определенными финансовыми возможностями. Ведь фотография была достаточно дорогой. На выставке можно увидеть не только портретные фотографии, отражающие антропологические особенности того или иного народа, но и бытовые сцены, пляски, обрядовые действия, моления и свадьбы. Любой желающий сможет посетить выставку «Отнокультурная мозаика Татарстана» до 12 мая. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюз. Пока это все новости. На сегодня с тобой была Диана Шилова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok